Друзья, приветствую! Кирилл из Москвы прислал образцы масла Edemitsu The Pro Touring 5.30, по API это у нас SN и допуск по LSACU GF5. Так, свежая отработка. Сейчас покажу вам описание. Вот такое описание. Автомобиль, условия эксплуатации. На обратной стороне, рядом с контактами Кирилла указано, что прогревается машина до 50 градусов, я так понимаю, перед началом движения. И топливо. Топливо Shell V-Power 95. Так, данное масло я уже проверял, эталон у меня есть. Напомню, по эталону значение щелочное 8, а кислотное 1.56. Поэтому сейчас я сравню. Свежий от Кирилла с эталоном. Вот я выбираю его и посмотрим, что покажет прибор. Ну а потом, естественно, проверю отработку. Да, интересный пункт. Прогрев до 50 градусов. Сейчас я покажу вам один нюанс и, мне кажется, он может оказывать влияние. Значит, противоизносный присадок 89. Щелочное 8,1. Очень рядом. Одно десятое отличие. И кислотное 1,54. Меньше на 0,02. То есть, все очень близко. Кислотное, щелочное. То есть, в общем-то, я не сомневаюсь, что это оригинальное масло. Единственный момент вот с противоизносным. Минус 11 процентов. Но тут такое противоизноска как-то так иногда подгуливает. Возможно, партия. Просто очень маленькое количество кладут обычно в свежее масло. Там полтора-два процента. И поэтому, может быть, в каплей его слишком мало. Так, вот отработка. Значит, это Volkswagen Polo седан 2012 года с двигателем 1.6, 105 сил. Пробег на практически 93 тысячи километров. На масле 5182. Вот видите. Так, смотрите. 68 процентов по противоизносным присадкам. Существенно выросла кислотная. Хотя скорость низкая, 18 километров в час. И очень сильно прибилось щелочное. Я стал смотреть. И вот есть такой пункт над кислотным. Сульфитация. Сульфа это по-английски сера. Посмотрел я возможные причины. Эта позиция очень сильно подросла. То есть она еще не дошла до порога там желтого. Ну вот буквально на пороге там, по-моему, 30. Значит, это значение. Посмотрел, с чем это может быть связано. Есть три причины. Вот Caterpillar в частности указывает. Это качество топлива, низкая рабочая температура и высокая влажность. Качество топлива вряд ли, потому что Shelby Power фирменный. Остается высокая влажность или низкая рабочая температура. Да, кстати, вязкость. Видим разжижение. Примерно в 42 процента оценил я его относительно максимального уровня. Ну, это нормально. Городская эксплуатация, низкая средняя скорость, прогревы и все такое. Не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимать колокольчик. Сейчас покажу вам ресурс и закончу с сульфитацией. Ну и посмотрите, что получилось. Мощие нейтрализующие свойства. Просто провал 238 моточасов и 4 260 километров. Нормальные показатели по нитрованию. Ну, вязкость, в общем-то, для города нормальная. Но самое существенное, это вот этот момент. Значит, низкая рабочая температура. Влажность вряд ли тут высокая, потому что, в общем-то, Москва в других тестах такого не было. Вот. Низкая рабочая температура. Я подумал, возможно, это как-то связано вот именно с прогревом. Таким долгим прогревом до 50 градусов, что владелец долго греет мотор. И в этот момент образуется вот какие-то там соединения сернистые. Вот такие. А сера очень агрессивная. И она, я думаю, конечно, очень сильно повлияла на щелочное число. То есть, она его понизила. Поднялась кислотная. Ну, так, практически тут 1,8 подъем кислотного. Это высокий. Хотя, в принципе, 288 моточасов при этой средней скорости. Ну и пробег серьезный. Но, тем не менее, масло все-таки достаточно слабо отработало в данном образце. Я все-таки склонен думать, что это, скорее всего, вот связано с низкой рабочей температурой. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Было бы интересно. Ну а так, вот такой получился тест. Благодарю Кирилла за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.